Румынский концерн Dacia представил миру новое поколение главного своего семейства, Logan, Sandero и Sandero Stepway. Для российского потребителя это довольно важная новость. Logan удерживает крепкие позиции в топ-10 российских продаж, хоть и не в первых рядах, проигрывая и в технике и дизайне, но показанные новинки обозначают намерение концерна Renault Nissan дать уверенный ответ конкурентам. Изменения коснулись и дизайна и наполнения. Новый Logan уже не квадратный седан и верный помощник на Dacia, но и стильный автомобиль, рассчитанный на молодежную аудиторию. Экстерьер новинки приобрел более динамичные формы и современные черты, такие как светодиодные фары, а также современные черты марки, решетка радиатора с квадратными вставками, и явно вырос в размерах. Stepway же стал еще более ярким и выразительным вседорожным авто для приключений. Важно, компания Dacia анонсировала переезд на новую платформу CMF, что делает возможным внедрение современных ассистентам водителя, таких как система удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль, тем более, что данная платформа уже не первый год используется для других моделей Renault на европейском рынке, например Clio. Эта система более сложная, но и менее выносливая, что возможно скажется на имидже неубиваемого Logan. Logan становится современным и рвется в погоню за Rio, Solaris и Rapid Polo. Еще одно важное и действительно новое, это возможность установки люка прямо с завода, и, несмотря на то, что это далеко не огромная панорама, но никто из конкурентов такого не предлагает. Что касается моторов и трансмиссия, то выбор будет следующим, начальный атмосферник 1,1 литр, 65 лошадиных сил, мотор 90 лошадиных сил, турбированный, и 100 лошадиных сил, бетопливный двигатель, потребляет бензинный сжиженный газ. Коробки скорее всего будут предложены две, механика на 5-6 ступеней и вариатор от Jatka. Изменения в салоне коснулись всего. Главной фишкой нового поколения станет встраивание смартфона в мультимедиа комплекс автомобиля. В остальном салон получит много деталей от Renault Duster второго поколения, это и блок климата, и комбинацию приборов, которая получит более информативный ЖК-дисплей и более лаконичный дизайн, избавившись от излишнего хрома, и модную ключ-карту. Разработчики не забыли и про практичность, это и фирменный органайзер для седана, и столики в спинках передних кресел и даже рейлинги, конвертируемые в поперечные дуги. Новинку для европейского рынка выпустят уже в начале 2021 года, а вот российским потребителям стоит запастись терпением, так как новинки от Renault приходят к нам с запозданием в 2-3 года. В России при локальной сборке и урезании комплектации для нашего рынка, цена составит от 900 до 1 350 000 рублей. А вы купили бы такой Логан? Или лучше Веста или Солярис? Напишите в комментариях друзья!